Добрый день, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Разрешите представить свой доклад на тему молекулярно-генетические аспекты ранней диагностики злокачественных новообразований в Южном федеральном округе. На сегодняшний день стремительное развитие молекулярной онкологии привело не только к колоссальному прогрессу в понимании фундаментальных основ злокачественного роста, но и к внедрению методов молекулярной диагностики в клиническую практику. Сегодня молекулярно-генетические подходы рутинно используются на всех этапах онкологической помощи и дают нам возможность решать ряд вопросов, таких как определение маркеров, свидетельствующих о начале стадии опухолевого роста, диагностика наследственных форм рака, определение прогноза течения заболевания, диагностика маркеров, определяющих чувствительность или устойчивость к лекарственным препаратам. В данном докладе хотелось бы подробнее остановиться на выявлении герминальных мутаций в генах, ответственных за предрасположенность к наследственной онкопатологии, которая является одним из важных компонентов ранней диагностики и профилактики новообразований. Основной целью такой работы является идентификация еще здоровых родственников пациента, у которых тоже имеются патогенные мутации, и организация комплекса мероприятий, направленная на предотвращение благоприятного исхода онкологической патологии. Итак, наследственные опухолевые синдромы составляют незначительную часть от общего числа злокачественных новообразований, это где-то 1-2%, однако отдельные локализации, такие как рак молочной железы, рак яичников и рак толстой кишки, их доля достигает 30%. Наследственные опухолевые синдромы характеризуются аутосомно-доминантным типом наследования, высокая частота и встречаемость онкологической патологии среди кровных родственников, ранним возрастом манифестации патологии, первично множественными новообразованиями. Причиной наследственных опухолевых синдромов является носительство патогенных мутаций в генах предрасположенности к онкозаболеваниям. Лица, имеющие такую генетическую аберрацию, до определенного момента остаются практически здоровыми, однако они обладают фатально повышенным риском развития онкопатологии. Пенетрантность обычно составляет около 80-100%. Наиболее частым онкологическим синдромом у женщин является рак молочной железы или рак яичников. Его доля составляет от 5 до 20% случаев. В настоящее время к ассоциированным генам с этой патологией относятся гены BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, CHEG2, ATM и другие, которые отличаются между собой различной степенью пенетрантности. Гены BRCA1 и BRCA2 наиболее хорошо изучены. Они являются генами-супрессорами, нормальная функция которых связана с подавлением опухолевого роста, поддержанием целостности генетического аппарата клетки, обеспечением репарацией двойных разрывов ДНК, возникающих при действии различных повреждающих факторов. Дефекты в этих генах приводят к нарушениям регуляции клетчатого цикла, дифференцировке клетки и апоптозой, как следствие генетической нестабильности, что и является основой канцерогенеза. Риски развития онкопатологии у носителей мутаций в генах BRCA1 и BRCA1 отличаются от общепопуляционного. Так, первичный рак молочной железы к 50 годам у женщин в общепопуляционном риске составляет около 2%, при носительстве мутации риски возрастают до 50%. Первичный рак молочной железы к 70 годам общепопуляционный 8% в случае наличия мутации до 87%. Рецидивный рак – это 11% и 64% в случае носительства мутации. Дефекты в генах BRCA1 характеризуются высокой пенетрантностью и широкой географической представленностью. Международная база данных Breast Cancer Information Core содержит свыше 300 различных вариаций генов. Несмотря на то, что мутации в этих генах чрезвычайно разнообразны, при обследовании населения в разных стран часто можно проследить так называемый эффект основателя, который заключается в преобладании каких-либо конкретных мутаций данных генов. Это значительно упрощает диагностику наследственных форм рака, а также дает возможность создания соответствующих скрининговых программ и значительно упрощает генетическое тестирование. Согласно целому ряду исследований, преобладающей среди европейской популяции является мутация в гене BRCA1-5382-NCRCC. Также выявлены самые распространенные, самые частые мутации именно среди европейской популяции. Работа по выявлению мутаций в генах BRCA1-2 проводится и на базе нашего института лаборатории молекулярной онкологии. На сегодняшний день нами было обследовано 169 пациенток с верифицированным ракомолочной железы и клиническими признаками наследственного рака. К клиническим признакам мы относились семейный онкологический анамнез, молодой возраст начала заболевания до 50 лет, синхронный метахронный рак, негативный статус рецепторов, первично множественные новообразования. Для молекулярно-генического анализа мы использовали ДНК, выделенную из лейкоцитов периферической крови, и метод детекции у нас был пиросеквенирование. Определялись следующие мутации в генах по стандартной коммерческой панели, которая включает в себя 5 наиболее распространенных мутаций в гене BRCA1 и 1 мутацию в гене BRCA2. Наши результаты из всего проанализированного спектра мутации у нас было обнаружено 22 случая, что составило 13%. Мутация BRCA1, 5382, NCRCC также у нас превалировала в 81%. В 13,6% мутация также в этом же гене 300%, и в 4,5% мутация 4154, DCA. Пациенты с выявленными наследственными мутациями были консультированы врачом-генетиком. Родственникам дана рекомендация к проведению ДНК-тестирования. Второе место по встречаемости у наследственных опухолевых синдромов занимает наследственный рак толстой кишки, включающий в себя две достаточно хорошо описанные группы. Это наследственный неполипозный рак толстой кишки или синдром Линча и семейный адематоз толстой кишки. Синдром Линча – аутосомно-доминантное заболевание, развивающееся вследствие мутации одного из генов. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2. Семейный адематозный полипоз – это аутосомно-доминантный наследственный синдром, развивающийся вследствие мутации в гене APC. Ген APC является опухолевым супрессором, основная функция которого – это регуляция клеточного отделения эпителия толстой кишки и других тканей, обеспечение нормальной пролиферации клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Мутации в гене приводят к потере функции соответствующего белка, результатом является высокая скорость пролиферации эпителия и образование аденом. В последующем это приводит к нарастающей дисплазии и трансформации в рак. Гены APC расположены на длинном плече пятой хромосомы и содержат 15 кодирующих экзонов. В отличие от мутаций в генах BRC, где наблюдается фаундер-эффект повторяющейся мутации, в гене APC его нет. Этот момент затрудняет организацию скрининговых программ, но просто меняет метод диагностики. Из личного опыта нами было обследовано 6 пациентов с клиническими признаками семейного адематоза. У ДНК использовали также из лекарств периферической крови. Метод детекции у нас было секвенирование по методу Сенгера. Прошу прощения. Мутации были выявлены у 5 человек из 6 обследованных. К тому же была дана консультация врача генетика и были проведены молекулярно-генетические анализы также у 12 кровных родственников. У 4 были выявлены аналогичные мутации. Все семьи, которые прошли медико-геническое консультирование с рекомендациями по осуществлению пожизненного клинического мониторинга и лицам с выявленными мутациями. Таким образом, хотелось бы подытожить и сказать, что определение носительства герминальных мутаций в генах предрасположенности к онкологическим заболеваниям является одним из важных методов диагностики злокачественных новообразований как для выявления предрасположенности к онкологическим заболеваниям и формированию групп повышенного риска, так и дальнейшей тактики ведения пациентов и консультирования больных. Благодарю за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Александр Петрович. Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо. Скажите, время реализации рожденной раковой мутации и как Вы относитесь к времени выполнения профилактических операций? Начну со второго вопроса. Вы знаете, я сотрудник лаборатории молекулярной онкологии, я не хирург, а отношения... Ну, скорее положительные. Наверное, все же положительные. И это, наверное, такое мое личное отношение. Я считаю, что, наверное, все же лучше перестраховаться, чем ждать того самого страшного момента и страшного диагноза. Которые с бересей мутациями? Пациенты, которые у нас в институте обследованы, у которых выявлены, у которых поставлен диагноз рак, конечно, они прооперированы. Близкие родственники, у которых также выявлены эти мутации, им дана только рекомендация на обследование. Да, сегодня пока. Если это в плане берсей мутации, рак яичников, есть рекомендации зарубежные, что операции после наступления менопаузы по APC, насколько я знаю, тоже клинические рекомендации, прописаны профилактические операции. В какой момент? Затрудняющее сказать вам. Тут можно опоздать немного. Коллеги, еще вопросы? Александр, у вас заявлен скрининг. Скажите, пожалуйста, это пока пилотный проект. Вы его пока не генерализуете на всю Ростовскую область? Пока что нет. Это наше пилотное исследование. А если вдруг вы все-таки сможете его генерализовать, кто будет деньги платить? Вы какой-то экономический компонент этого скрининга? То есть скрининг, он идеологически должен быть дешевым. А вы о секвенировании говорите? Нет, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Я не финансирую. Спасибо. Спасибо большое. Можно еще один вопрос? Скажите, среди обследованных вами групп пациентов, были хотя бы один или два случая первично множественных раков у других пациентов на вашем опыте? Встречались первично множественные раков? В общей группе, в общей выборке у нас были первично множественные, но там не было выявлено мутации. Спасибо. Известных литвиц. Спасибо.